Девять случаев мошенничества на общую сумму почти три миллиона рублей. Неутешительные итоги прошедшей недели. В восьми случаях схема обмана уже отработанная. На телефон саровчанам звонят якобы родственники. Объявляют о том, что они попали в беду и просят передать через курьера определенную сумму денег. Полицейским удалось задержать злоумышленника. В ходе слаженной работы сотрудников Голловского совместно со следователем Международного управления данное лицо было задержано. Это курьер, который взял деньги в средства. Все факты его присутствия были задокументированы в отношении. Был задержан в порядке 9192 глава поциального кодекса. Ему было из-за предупреждения в виде домашнего ареста. Таким образом, данное лицо за 23-20 число у жителей города Саров совершил хищение 2 миллионов 800 тысяч рублей. В подобные мошеннические ловушки попадают в основном пожилые люди. Но на этот раз в одном из случаев жертвой обмана стал несовершеннолетний подросток. Сотрудники УВД обращают внимание саровчан на необходимость проводить профилактические беседы не только с пожилыми родственниками, но и со своими детьми. Я хотел бы обратить внимание жителей города Саров, что мошенники развивают свои схемы и уже звонят не только пожилым гражданам, но и звонят детям, не достигшим 16 лет возраста и говорят, что их близкие родственники попадают в беду. Те, в свою очередь, чтобы помочь родственникам, еще делаем денежные средства и передают также курьерам. Чтобы родители дома проводили беседу, чтобы они ни с кем во время телефона с горожей не вступали, тем более никому не передавали никаких денежных средств, а связывались с взрослыми. Чтобы не попасть на удочку мошенников, не совершайте никаких резких действий с горяча. Сначала перезвоните родственнику, который якобы попал в беду. Убедитесь, что с ним все в порядке. При необходимости обратитесь в саму больницу или полицию. И никогда не передавайте деньги третьим лицам. Имело место быть также ряд обращений граждан. Это связано с зоной госуслуг. Опять жители приходят, к ним звонки, что якобы необходимо сообщить код от госуслуг. Жители сообщают эти коды, и третьи лица имеют доступ к их страничке госуслуг. Тоже имело такие обращения на эту неделю. Убительная просьба жителей госуслуг никому не сообщать коды от своей госуслуг страницы, потому что данные лица, получив доступ к госуслугам, могут за счет их оформить разные кредиты. На дорогах города произошло 9 ДТП, из них – два с пострадавшими. У дома номер 4, дробь 1 по улице Курчатова водитель «Фольксвагена» не рассчитал дистанцию и столкнулся с предъехавшим «Ренологан». У дома 68 по улице Зернова БМВ наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В двух ДТП пострадавшие получили своевременную медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.